Привет, друзья! Демку Kingdom Gun мы уже пробовали в сентябре прошлого года, и это все еще демка, но это обновленная демка, и игра выйдет уже через месяц, а именно 13 июля, и в демку добавили кооператив онлайн. Но кооператив мы сегодня смотреть не будем, но посмотрим, что нового добавили в саму демку, потому что заявляется, что ее теперь можно как-то пройти и зациклить, это как в Risk of Rain зацикливается все, и здесь получается тоже можно будет. К сожалению, я так понимаю, на русский все еще ничего не переведено, и не знаю, будет ли этот перевод, очень надеюсь, чад мод, нормал мод. Ну, чад мод, я так понимаю, это просто более высокая сложность, но мы пока что на нормале пойдем, попытаемся пройти, может быть, эту демку, если получится. И стрелять можно теперь во все стороны. Класс, потому что в прошлый раз, когда мы играли, стрелять можно было только влево-вправо, если я правильно помню. И разработчики обещали, что они добавят возможность стрельбы во все стороны, и они добавили. Вопрос, насколько они перебалансили врагов за счет этого. Ну, сейчас посмотрим. Враги тут спавнятся бесконечно, их мы просто фармим и зарабатываем деньги, чтобы открывать сундуки. Ну, собственно, это чистое Risk of Rain. Jump power плюс один, это я так понимаю, мы просто вышепрыгнем. Ну, у нас есть дэш, мы дэш тоже можем использовать как двойной прыжок, но он перезаряжается какое-то время. Так что, ау, ого, просто так не получится. Ну, ладно, мы, наверное, хотим пушку получше, потому что в этой игре можно менять пушки, в отличие от Risk of Rain. В этом плане игра примерно как Gungeon играется, потому что пушки здесь очень интересные. Ну, такое, по-моему, было в Gungeon что-то. Ну, не прям такой же, но похоже. Ну, тут явно чувствуется вдохновение от одной и от другой игры. Так, давайте дальше. Нам нужно все-таки исследовать. Spectral Simpsych. О, можем теперь заглядывать внутрь сундуков. И здесь пушка, так что я хочу это. В смысле No Emmo? Ну, в пушке, которая бьет кулаком No Emmo. Так, у нас есть вообще всякие способности еще дополнительные. Тут разные классы есть и разные способности у них. И это наша ульта, которая бьет по всем молниям. Так, блин. От этих чуваков я пока что учился нормально уворачиваться. Ну, ладно. Так, сколько у нас денег-то? Хватает уже у нас? Хватает. Давайте посмотрим, что это за пушка. По-моему, когда я в последний раз сыграл, проблем с патронами у меня не было. То есть, может быть, они были бесконечными. А теперь они стали конечными. Не уверен. Ну, это печально, что они кончаются. Но в прошлый раз, когда я играл, по-моему, можно было носить только две пушки. Сейчас, может быть, можно носить больше. Потому что я там нашел себе две имбы, условно. И с ними прошел всю игру. Тут, может быть, теперь не так. Так. Так, столько врагов. Давайте мы их всех. В этой заказе. Так, бочки какие-то. Этого не было в прошлый раз. Ревятого пьедестала, по-моему, не было. Так. Надеюсь, урон от падения. А, Fall Hazard. Так, видимо, лучше действительно не падать. Ninja, Dodge Chance. Ага. У нас есть шансы вернуться, видимо. Так, ну и мы, вообще говоря, Регини. ХП. То есть, это не так опасно нам получать урон. Мы его можем получать. Главное, не получать его слишком часто. А так все окей. Так, пульта. Пульта достаточно часто откатывается, чтобы я чувствовал себя комфортно, чтобы ее использовать. Так, ну, патроны нам с чего-то падают. Не знаю, с чего. Хорошо убивает. Так. Хватит. Вообще, нам нужно, как в Рискуфрэне, просто найти... Ё-моё. Что это? Додж. Армор. О, щупальца. Блин. Щупальца я помню. Так. Мы можем карту... Как? Карту... Как? Карту смотреть? Да, блин. Хватит. Так, ну карту можно держать открытой. Это удобно. Так. Мы не были справа, я так понимаю. Тихо. Можно плюс-минус всех опрыгивать. Так, хп я точно тратить не хочу. Давайте ультанем. Ну, тут надо запоминать, что это каждые враги делают. Тут они немножко большую индивидуальность имеют, чем в том же первом Рискуфрэне. Ну, то есть, там они тоже, конечно, имели свои атаки, но по большей части это было я иду, я встаю и бью. А тут все-таки подинамичнее. Ну, первому Рискуфрэне и персонаж не мог особо двигаться. Ну, то есть, мобильности такой не было. Recover, sun damage, taking art, resurgence. Окей. Потому что в первом Рискуфрэне большинство персонажей, вот, кроме охотницы, могли стрелять и атаковать только когда стоят. Так, что это? Это, я так понимаю, выбор предмета. Магазин. Еще мне что-то на голову упало. Ау. Нифига. У них атаки такие. Так, что это за предметы? А, шанс открыть бесплатно сундук. Окей. Мне это нравится. И, по-моему, это у нас сейчас сработало. Так, это уменьшается откат дэши, я так понимаю. Давайте утренем. Ну, я как-то живу. А, теперь телепорт нас куда-то телепортит. И мы сражаемся не на уровне, а на какой-то арене. Окей. Это странное немножко решение, но ладно. Ну, ощущается как-то инородно. Может быть, это на самом деле круто. Ну, с одной стороны, да. Это ты можешь заучить все паттерны босса и таким образом его легко проходить. Не получать урон. Но все-таки, мне кажется, весь прикол был в том, что ты как-то адаптируешь под себя окружающую среду, так скажем. Таким образом убиваешь боссу. Ну, хотя, учитывая ту частоту и ту опасность, которую враги представляют, ту частоту, с которой они спавнятся и ту опасность, которую они представляют, наверное, это все-таки обоснованное решение. Ага. Ну, я ультанул, и они все скрылись. Окей. Против этого босса бесполезны практически все, что я могу делать. Да, блин. Лигма мэйдж. Ау. Ау. Ну. Нам бы отрегенить. Как-то. Да, блин. Че-то... Не знаю. Мне пока не очень нравятся те изменения, которые игра получила. Ну, возможно, мне просто нужно привыкнуть. Я ну. Ну, а когда я в нее играл в прошлый раз, она мне очень сильно понравилась. Возможно, это было из-за того, что она была очень легкая. Но мне кажется, то, что сейчас... То, что враги спавнятся нон-стопом и не дают вообще передышки, и у них куча хп, и они наносят кучу урона. Такое себе решение. Ага. Первая покупка на уровне не стоит денег. Это как в Gunfire. Первая покупка у торговца не расходует денег, но ты сначала купи. Эту штуку, чтобы ей пользоваться. Ну, ладно. Это выгодно, конечно. Просто смешно. Что нужно купить возможность что-то получать бесплатно. Так, ну что? О, мы получили... А, ну это... А теперь мы получили... Шанс с того, что мы бесплатно будем открывать сундуки. Окей. А так, спит. Что? Я получил какую-то пушку, которая бьет меня. Окей. А я... Как-то от нее лечусь, или я просто получаю урон, и все? Если так, то это бред. Я сейчас только что получил уровень, но почему-то не выхилился до фула. В риску френе, по-моему, ты выхиливаешься до фула, когда опаешься. И тут вроде точно так же было. Ну ладно. Окей. Окей. Я абсолютно не знаю, что все эти перемены делают. Гейн дэмэдж, это фулл хэлф. Класс. Вот бы мне еще фулл хэлф. Я как загейнил этот дэмэдж? Ладно, я не знаю, есть нам смысл еще гулять по уровню? Или просто пойти к боссу? Ау, да ё-моё. Ааа, это... Это что-то аниме. Лавлоп инстанты. Окей. Окей. Не знаю, насколько мы были близки к лавлопу. Но... Но это лавлоп. Не пойму, тут сундуки какие-то золотые, не золотые, спаунринг, килинг и лавлоп. А, не знаю. Но они все стоят по 25. Вообще как-то странно. Раньше вообще нужно было найти ключ. И после этого... А, и после этого можно было... Телепорт открывать. Ух. А как от этого уворачиваться? Оптос интересный. Он от этого не получает урона почти. От моей пушки, которая дамажит меня. Окей. Это стало очень сложно. Эта игра была абсолютно легчайшая. Я ее демку прошел без проблем вообще. Теперь... Возможно... Они сделали упор на метапрогрессию. А. Я поменял эту. Главную героиню. Они вообще... Как-то по-другому выбирались раньше. Ну ладно. Окей. Ну давайте ее попробуем. Что мне? Я не помню, что это делать. По-моему, бьет по всем на экране. По-моему, этого не было. Ну, мышь была. Мышь, я помню. Но мышь... Она может летать, в принципе, в любую сторону. Окей. Но к этому явно нужно привыкнуть. Но опять же, я что-то не уверен, насколько мне нравятся все нововведения. Был такой же предмет на 3 секунды. Теперь на 6. Ладно. Просто какой экспириенс я получил от прохождения демки сентябрьской. Я получил кучу фана, кучу пушек, кучу реальных полезных предметов. То, что я вижу сейчас, меня немножко разочаровывает. Если вы хотите увидеть, какая была демка в прошлом году, я оставлю подсказку, оставлю ссылку в описании. Можете заценить. У меня там еще старый микрофон, я очень медленно говорю и все такое. Но сама демка там в полной красе. Она там полностью пройдена. Можно без проблем это все оценить. Так, баска. В этот саундтрек прям вайб передает. Риско Фрейн. Прям такие же запилы примерно. Ну, я в ульте могу летать в разные стороны. Этим можно пользоваться. Armor Plus. Блин, а что такие скучные предметы? То есть, у меня есть ощущение, что они как-то вот разделены по сундукам. Типа, какие-то сундуки дропают интересные предметы, какие-то сундуки дропают предмет просто на статы. Ну, блин. Просто предметы на статы. Конечно, Бриско Фрейн они тоже есть. Но там, по-моему, есть только на скорострельность. Типа, просто урон повышающих людей. Или что-то такое нет. Ну, ладно, там есть на защиту. Но они прям там редкие. А я сейчас вижу в основном предметы на статы. Которые так и пишут. Я предмет на статы. Несколько часто дроп-голд. Ам, окей. Окей. Ну. Ладно. Немножко сбавим обороты. Сбавим ожидания. Может быть. Что делает этот... Этот... Мотоцикл? Он просто... Поджигает землю и наносит урон по ней? Видимо, да. Еще армор плюс. Окей. Ну, я хотя бы не проседаю по хп вроде сейчас. Так что мы можем воспользовать этим шрайном. Опять эта пушка. Ну, ладно, я возьму, конечно, но... Мне она что-то не зашла. Так. Левел у нас совсем скоро, поэтому вот эту штуку я не буду подобрать. Потому что я уже запомнил, что она делает. Так. Что за кнопка? Это кнопка, которая что-то делает. Явно. Блин, ну, саундтрек прям в риску фрейм. Я не помню, что было с саундтреком, когда я в прошлый раз играл. Ну, сейчас прямо оно. Опять что-то дженерит голд пассивно. У меня глаза какие-то. Респлект партикл дэмэдж. А я прям весь партикл дэмэдж буду рефлектить? Или, типа, просто шанс? О! Это супер пушка. О! О! Ну, вот это уже выглядит интересно. Ну и, кстати, у нас... Мы держим сейчас три пушки в руках. Давайте попробуем в боссу сходить, я не знаю. Сомневаюсь, что из этого что-то путное выйдет. Ну ладно. А этих осьминогов нельзя убивать, да? Они просто мне мешают, и все. Окей. Ульта. Ну, какой-то урон. Все, патрон закончился. Какой-то урон ульта нанесла. И мы все равно останемся с нашей дефолтной пушкой. Класс. Вот это фан. Раньше я пользовался только какими-то имбовыми пушками, которые нашел. А сейчас я пользуюсь только дефолтной пушкой, потому что обычных пушек не хватает даже на то, чтобы босса убить. Ну, типа, даже половина хп мощности. То есть нужно иметь кучу пушек, чтобы босса нормально убивать. Я вообще не понимаю, что происходит. Вот как мне, как мне уворачиваться одновременно и от всех пуль, и от этих осьминогов. Ладно, осьминогов я вроде могу все-таки убивать. Так, пушку лучше не прожимать. Вот это прожимать. Ну и не говоришь, что этого босса убить нереально, но, блин. Это какой-то трэш. Не знаю. Не знаю. Ладно, давайте еще один забег попробуем. Так, ну... А тем... Персонажи теперь более интересно выбираются, что ли. Они как-то так стоят на уровне. Но... Это, конечно, интересно, с одной стороны. С другой стороны, они, блин, по всему кораблю рассосредоточены. И в ганжи они просто сидят все в одном месте. Так, ну это явно... Ага. Это явно метапрогрессия. Окей. И типа... Мне нужно собирать эти гемы и прокачивать себе все вот это, иначе я буду просто слабаком. Да. Ладно. Конечно, я вот, например, люблю Рог Легаси. И там это метапрогрессия, но без нее практически никак. Хотя на самом деле есть люди, которые умудряются ее пройти без метапрогрессии, но... Это просто гений. Мысли. Окей. Это интересная пушка. Такой танцпол создает. Но... Там она как-то органично чувствуется. Здесь... Ну, там я что прокачиваю? Там я прокачиваю... Конечно, я там прокачиваю здоровье, я там прокачиваю урон, но в основном я там прокачиваю, типа, открывая новых персонажей, открываю какой-то дополнительный контент, какой-то доступ к рунам, всякое такое. Ну, конечно, там есть и... много именно прокачки силы своей, но... Это не основное. Блин, пушка, которая бьет меня и взамен ничего не дает. Это прикол? Типа, она бы могла давать хоть вампиризм какой-то. Просто... Ощущается она абсолютно бесполезна. О, это что? А, мувнин спит. Окей, думал, какой-то интересный предмет, а это... Чё, это... Секретка? Упс. Окей, секретка есть, а толку в ней нет. Ладно, это демка. Даже не ранний доступ. На Q уезжаем. На Shift летаем. Ну, надо привыкнуть, да, но... Окей. Я просто, вот когда играл в ту демку, которая в сентябре, я такой, я это покупаю. Сейчас... Ну, я это покупаю. То есть, здесь есть онлайн кооп. Я думал, боже, это бомба. Онлайн кооп и такой фановый геймплей. Ну, сейчас... Я говорю онлайн кооп. Класс. Но... И пушки вроде интересные есть. И что это? Сундуков понижен. Окей. То, что я сейчас видел, пока что, все полезные апгрейды, это дешевле сундуки. Больше золота. И статы. В основном. И получите вот халявный уровень. И чё? Типа, теперь мы билдимся только в статы. И всё? Ау. Дочь. Типа... Зачем мне бесплатные сундуки и куча золота, если я не могу... Ну, не получаю каких-то полезных предметов с них. Я получаю с них предметы, которые мне позволяют получать больше предметов. И всё. Прикол. Ну, этот босс вроде полегче. У него паттерны как-то попонятнее. Так что, возможно, мы его сможем убить. Но... Я хз. Насколько мне нравится эта концепция с отдельными аренами для боссов, мне кажется, вот этот закос под риску фрейн с боссами на уровне был более удачным. Ну, мы ещё как-то регеним. Ну, ладно, забудьте всё, что я говорил про то, что мы пройдём этого босса и про то, что от его атак можно уворачиваться, потому что, когда я пытаюсь встать примерно на линию у ворота от этих голубых штук, в меня обязательно прилетает жёлтая штука. Ладно, ну, возможно, я просто тупой паттерн не понял и его нужно просто звучить как-то, но, блин, это дрочиво какой-то. Я как-то разочаровался в этот раз. Вот так вот. казино какое-то. У меня даже гемов нет, по-моему, чтобы это казино крутить. А, ну, это, видимо, предметы новые открывать в казино. Понимаю. Не с помощью каких-то достижений типа убейте там что-то, пройдите что-то как-то, а просто крутить рулет. Ну, окей. Возможно, это всё, как говорится, предметы для изменения, но чё-то мне не особо понравилось, в какую сторону двинулись разработчики, но вы можете посмотреть сентябрьский ролик, сегодняшний ролик и сами оценить. Своё мнение я выразил. В общем, если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, мне будет приятно. У нас есть дискорд, бусте, если у вас появилось желание меня поддержать и, как обычно, живите дружно, не болейте и до скорого. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok